Всем привет, друзья! В этом обзоре мы поговорим о том, как Барселона убедила своих же фанатов в том, что они не правы. А Ювентус впервые за пять лет не выиграет Кубок Италии, в котором теперь нет ни одной команды, которую можно считать хотя бы немного сильнее или слабее остальных. Барселона сливала Кубок, говорили они. Это любимая отмазка фанатов, которые думают, что они фанаты после ужасной игры их команды. На самом деле нужно зафиксировать вот какую вещь. У футболистов нет ничего больше в этом мире, кроме соревнований. И если они будут сливать эти соревнования, то зачем они вообще пошли играть в футбол и зачем такие футболисты в принципе нужны в природе? Поэтому, конечно же, никто никогда ничего не сливает. Нужно только понимать, что ротация это вот такая изящная форма слива. Но и то это не прямой слив, и команды вылетают из турниров только лишь по той причине, что не основа не способна выиграть, пока основа отдыхает. Вот и все. Здесь же, в ответном матче на Кубок против Севильи, после выездного поражения 2-0, выходит играть основа на Камп Ноу и повторяет Парис Энджермен и выигрывает 6-1. И вы знаете, это не смотрелось как что-то из ряда вон выходящее. Эти голы не смотрелись как голы на надрыве, в отличие от матча против Парижа тогда. Здесь все оно само собой произошло. И я считаю, что после счета 6-1 нету смысла даже обсуждать там пенальти, не пенальти. Хотя я считаю, мое твердое убеждение, что оба эти пенальти были. Просто Промес и Пике совершили, так скажем, нетипичные нарушения. Мало кто так привозит пенальти, но нарушения от этого не перестают быть нарушениями. Обычно защитники пытаются помешать в момент удара нападающего. А Промес это сделал еще до момента удара или там подачи, что хотел делать Месси. А Пике просто взял и рукой оттолкнул в плечо соперника. Это же как бы нарушение, которое свистится спокойно на любом участке поля. Поэтому почему за это не давать пенальти? То же самое касается и Промеса. Сделай он это в центре поля, 100% нарушение. Так почему же это тогда не пенальти? Кстати, я вот предвкушаю ваши комментарии к предыдущему обзору. Там, где я не сказал о том, что во втором тайме не назначили пенальти ворота Лестера. Там, где Кейта должен был его заработать. Но меня уже так достала эта пенальтическая, нарушенческая, краснокарточная судейская система. И тема вообще, в принципе, что уже как-то вот здесь. Поэтому я просто договорю немного про Ливерпуль. Раз уж там не сказал, что я считаю, что команда, которая борется за чемпионство, должна просто предложить чуть больше, чем 10 ударов за матч и попытку заработать пенальти. Вот, в принципе, и все. А в этом же матче, пожалуйста, Барса 6-1. Которая показала, что основа Барсы и дубль – это две большие разницы. Что выездной поединок Барсы и матч на Компноу – это те же самые две большие разницы. И перестаньте, пожалуйста, говорить о том, что Барселона сливает внутренний турнир, где у нее всегда есть шансы выиграть. Какой смысл сливать то, где ты всегда фаворит? Итак, друзья, новый формат конкурса. Теперь каждый из вас сам за себя. Все просто. Чтобы выиграть в нем, вам нужно всего лишь угадать счет матча и авторов забитых мячей. Вы скажете, что это нифига не просто, но фишка в том, что если никто не угадает, то на следующий матч призовой фонд увеличивается. Начать предлагаю с нашей стандартной ставки в 10 долларов. Прошу обратить ваше внимание на то, как надо написать прогноз, потому что сообщений будет очень много, и найти вас надо как можно быстрее. Разумеется, от одного человека один прогноз. Если вдруг окажется, что вы все угадали, но сделали больше одной попытки – сори. Если вдруг окажется, что вы все угадали, но написали прогноз, как попало и не по шаблону, и я вас не смог найти – сори. Если вдруг окажется, что победителей несколько, то главного победителя определит рандом, который я проведу в прямом эфире в инстаграме. И не забывайте добавлять ваш контакт для связи в случае выигрыша. Пример прогноза я закреплю сейчас в комментариях, которые, конечно же, закроются в момент стартового свистка. Начать предлагаю с матча Барселона-Валенсия. Всем удачи! Ну и переходим, наконец, к самому интересному. Это Кубок Италии. Четвертьфинал Аталанта-Ювентус. 3-0. И Ювентус вылетает из Кубка, а Аталанта шагает в полуфинал. В этом матче Аталанта показала, чем должен был закончиться матч Лацо-Ювентус. Абсолютно та же самая схема, тот же самый рисунок игры, тот же самый смысл. 3-5-2. Центр поля забирают себе и пошло-поехало. Те же самые проблемы у Ювентуса. Ровно, даже сценарий тот же самый, потому что сломался в первом тайме защитник. Только тогда вместо Банучи вышел Кьеллини и как бы сильно в качестве не потеряли. Но здесь Кьеллини сломался, вместо него выходить уже было некому. Ну, все. И пара центральных защитников, господи ж ты, боже мой, Ругани Дешильо. Это, знаете, как в арсенале Мустафи Монреаль. Ну, это вообще не пара центральных защитников. Дешильо, он как бы откуда? Он центральный защитник. Плюс вышел тогда Канцелу. И Канцелу, герой матча против Лацио, стал палачом Ювентуса в этом поединке. Потому что он только вышел, сразу же привез. Кастанье 1-0. Пожалуйста, Ювентус поплыл. Кстати, что касается Кастанье. Его же брали тогда из Бельгии как замену Андреа Конти на правый фланг обороны. А он сейчас уже второй матч подряд забивает с позиции левого латераля. То есть, вот человек абсолютно универсален. Вот такие люди, они же на вес золота. Потому что, видите, как Дешильо. Нужен был универсал. А он нифига не универсал, когда надо было подстраховать центр обороны. А Кастанье, пожалуйста, один фланг, другой фланг. Хотя, конечно же, фланговым футболистам гораздо легче быть универсалами, чем фланговому защитнику стать в центр обороны. Но фишка не в этом. Фишка в том, что через минуту Сапата забивает еще раз. И 2-0. И тут понятно, что Ювентус не встанет. Если бы Лацио тогда забил второй, когда Имобили выходил один в один, Ювентус бы тоже не встал. И они бы два матча проиграли абсолютно спокойно по одному и тому же сценарию. И здесь Сапата забил. И в этом моменте защитники Ювентуса были просто бесподобны. Они бесподобно смотрели. Второй тайм там понятно. Шансов никаких у Ювы. Потому что не было варианта даже. Потому что у Аталанты не было паролу. Не было слабого места. Все футболисты на своих местах. Все выполняют свою задачу. И не через кого найти там куда-то лазеечку. Поэтому не просто 2-0, а еще и третий. Сапата опять 10 матчей подряд человек забивает. И если бы Квалиарелло не забивал свои сумасшедшие мячи, говорили бы сейчас все только про Сапату. А пока он выжидает своего момента, когда же там Квалиарелло уже не забьет, а я продолжу свою серию и побью все рекорды. Возможно, так и будет. Не будет золотого дубля у Ювентуса. Это, конечно же, трагедия, так скажем, местного масштаба. Но мы же все прекрасно понимаем, почему и зачем Криштиану Роналду пришел в Ювентус. Фишка в Лиге Чемпионов. Все хотят победу в Лиге Чемпионов. И у фанатов Ювентуса после таких двух матчей, панические, конечно же, настроения. Я все читал, я все видел. Ребята, первое. Эти матчи не переносятся на Лигу Чемпионов вообще никак. Вот совсем. Потому что, ну, здесь прям совпало все. И тактика была убийственная для Ювентуса у соперников. То есть, вот эти вот 3-5-2 с проблемами Ювентуса в обороне, кадровыми проблемами в центре поля. И потому что нету Манжукича, нужно же понимать. Я сейчас объясню чуть-чуть, разовью эту мысль. Но первое, это то, что эти матчи не переносятся на Лигу Чемпионов совершенно никак. Второе. Были вот кадровые проблемы с защитниками. Третье. Центр поля, конечно же, был проигран, потому что не было пьянича. Пьянич здесь вышел только в концовке. А это очень важно. Именно поэтому они покупают себе Рэмзи. Вот нужны такие люди, которые как-то все-таки сплотятся. Вот солдаты, которые будут просто выполнять свою работу. Эмрэджана можно сейчас сразу в Фенербахче. Просто пусть идет, он не подходит для этого. И, кроме того, четвертое, самое важное, не было человека, который в подобных тяжелых матчах обеспечивает тебе перевес и впереди, и сзади. Это Манжукич. Которого можно в один момент матча обнаружить забивающим гол на дальней штанге. А уже через 30 секунд стелящимся в подкате на месте левого защитника. Вот такого человека не хватало. Поэтому вот собрать вот эти вот все проблемы, вернее, убрать эти проблемы и собрать команду воедино. Нормальную команду. И все. Это совершенно другой Ювентус. Это тот Ювентус, который уверенно прошел групповую стадию. И который претендент, конечно же, один из трех главных на победу в Лиге Чемпионов в этом сезоне. Атлетика не будет же играть так, как Аталанты, как Лацо. Они, во-первых, не играют в три защитника. Это уже большое дело. Во-вторых, у Ювентуса, наверное, вернется все-таки кто-то... Либо Манджукич вернется, либо Аллегри перестанет играть с этими тремя нападающими. Никто из которых не работает назад сильно. Это убийственно. Аллегри это уже понял. И больше такую ошибку он вряд ли будет повторять. Поэтому, как бы, это не переносится, как я уже сказал. Но факт остается фактом. Ювентус опозорился. Опозорился на всю Италию. А Аталанта идет дальше. И позор Ювентуса, он мог бы быть, конечно же, главным. И кто-то его считает, конечно же, главным. Да, и я, в принципе, в том числе. Но то, что сделала Рома, это удивительно. Рома проиграла в Фиорентине 7-1. Рома играла основой. Там Джека выходил, да, по ходу матча. Удалился потом просто. Ну, людей уничтожили. И все свалили сразу на Ди Франческо. Тренер, мать-перемать, как же так? А я вам напомню, что пришел такой человек, как Мончи в Рому. Который совершил 13 трансферов перед началом сезона. И разрушил Рому до основания. А разрушенное здание долго стоять не может. И устойчиво стоять не может. Оно еще даже не построено. Не то, что разрушено. Оно как бы там только первые сваи вбили. И, конечно же, Фиорентина, которая наигрывалась, наигрывалась. У которой даже, когда она теряет несколько футболистов из-за трансферов, все равно состав остается убийственным. И они подбирают нужных себе футболистов. Таких, знаете, футболистов средней руки, типа Муриэля. Пришел из Севильи и начал забивать. Пожалуйста. Семеоне тут уже давно мечтает про батин атлетика. И уже просто старается, старается, уже забивает, забивает. У него прогресс сумасшедший. Кьезо, когда Буфон сказал, что я сыграл против Кьезо, я понял, что пора заканчивать карьеру. Это лучший комплимент Кьезе. 7-1 в пользу Фиорентины. Здесь обсуждать больше нечего. Рома уничтожена. И я бы не сказал, что Ди Франческо главный виновник в этом. Ему дали новых людей. Он попытался с этим что-то сделать. Но, увы, не получилось. И последний матч из Кубка Италии. Это Интерлаццо. И эти две команды, когда поняли и узнали, естественно, еще за день до матча, что Ювентуса в Кубке больше нет. Они поняли, что они могут быть одним из главных фаворитов. Поэтому надо делать все. Надо ложиться костьми. И эту путевку в полуфинал и в теоретический финал надо себе выгрызать уже сейчас. То есть, вдохновение нахлынуло. И, учитывая еще то, что для Лаццо вообще Кубок может стать единственным проходом в Еврокубке на следующий сезон, то, конечно же, им надо было проходить Интер, который так себе выглядит в последнее время. Лаццо не смог прогнуть под себя Интер, как он это сделал с Ювентусом. Хоть и проиграл Ювентусу, но все-таки игра там была куда легче для Лаццо. Потому что у Интера совершенно другая схема. У них один ярко выраженный нападающий и слишком много людей в центре поля. А значит, плотность слишком большая. А значит, две линии обороны. А значит, разрыва между линиями почти нет. И пройти туда пролезть гораздо сложнее, чем это можно было сделать в матче против Ювентуса. Но Лаццо заслужил здесь победу гораздо больше, чем Интер. Потому что Лаццо всегда инициировал опасность. А Интер всегда только отвечал в ответ. Он никогда первым не начинал. И вся эта тягомотина, она длилась очень долго. 90 минут сыграли в ничью 0-0. Перешло все это дело в дополнительное время. Но Интер три раза в этом матче мог отскочить. Два раза получилось, на третий уже нет. Первый раз они отскочили с поражения, когда на 90-й минуте вышедший только что на поле Кайседа вышел один в один и почему-то не забил. Когда Ханданович уже почти лежал и только рукой там чудом среагировал. Конечно же, Кайседа должен был здесь уже решать. И еще в 90 минут команды должны были уложиться. Но Интер один раз перенес на свое поражение. Потом и Мобили забил в дополнительное время. И все идет логично. Все уже. 120, ну уже 121, 122. Последняя атака Интера. И откуда-то вылезает этот пенальти непонятный. Когда Домброзио просто был первым на мяче, но он выбивал мяч за пределы штрафной. Куда ты его валишь? По-моему, там был Домброзио. Вот, как бы, вот там второй отскок Интера от поражения. И я так понимал, что раз уж судьба настолько благосклонна к Интеру в этом матче, то, наверное, уже с третьей попытки он не просто отскочит от поражения, а выиграет себе матч и путевку в полуфинал Кубка Италии. Потому что серия пенальти, а у них Ханданович. Я не знаю, как там сейчас, но не так давно Ханданович был лучшим голкипером в Европе по проценту отраженных пенальти. И он, в принципе, отстоял нормально в этой серии. Он свой пенальти потащил, но, понимаете, Лацио настолько была нужна эта победа, что Стракоша настолько собрался, и вот просто он знал, что я потащу несколько так сто процентов, потому что все идеально не пробьют. И Лаутаро Мартинес, это, ну, это такой футболист типичный, который подходит, и ты видишь, ну, вот он думает, что у него много дофига, вот просто дохренища техники, и он сейчас всех обманет. И по факту такие футболисты всегда лажают. Пробивают не очень сильно, не очень в угол, зачем пошел бить, непонятно. Ну и Найн Галан, Найн Галан просто понадеялся на то, что Стракоша никогда в жизни не видел его пенальти. Он не понимал, кто такой Найн Галан, как он вообще пробивает, какой он вообще человек сам по себе, как футболист, потому что понятно, что Найн Галан, который пришел бить пенальти последним, он будет бить очень сильно. Будет бить очень сильно, когда есть ответственность, скорее всего, это будет либо вправо от Стракоши, потому что правши так обычно бьют, если надо решить вопрос, либо по центру. И Стракоша остался на месте и отбил удар Найн Галана по центру. Да, Ханданович потащил один удар от Дурмиси, и великолепно. Это был лучший сейв в этой серии, потому что Стракоша не такие сложные удары потащил. Но сорян, сорян Найн Галан. В полуфинале сыграет Аталанта против Фиорентины. Это уже божественно, потому что в финале кто-то будет из этих команд. Это же просто такого не было уже очень давно. А второй полуфинал – это Милан-Лацо. Обе эти команды, и Милан, и Лацо, за последние 4 года по 2 раза выходили в финал Кубка Италии, и всегда они проигрывали Ювентусу. Теперь кто-то из них точно выйдет в финал, и там не будет больше Ювентуса. И если сейчас Милан или Лацо не выиграют кубок в такой ситуации, а Ферентина и Аталанта как бы вообще не подарок, то пора сниматься с кубковых соревнований. Это не ваше. От ненависти до любви – несколько голов. Карим Бензема уже 3 сезона как не является бомбардиром, и в этом сезоне дела шли все так же плохо, но внезапно он забивает 5 мячей за 3 игры, и все его косяки мгновенно забываются. И в этом есть логика, потому что он действительно выдал несколько хороших матчей подряд. Это как студент, который не ходил на пары, а потом сдал экзамен на отлично. Здесь есть 3 варианта. Либо этот студент кого-то подогрел, либо он гений, либо ему просто повезло с вопросом. Все-таки Жирона и Эспаньол – это несложные вопросы. Друзья, большое спасибо вам за просмотр и за лайк под этим видео, а также не забывайте сделать свой прогноз. Увидимся уже скоро в новых эпизодах. Играйте в футбол! Субтитры сделал DimaTorzok